а тут человек тоже наверно работа не он не работает привет привет сюда добрый вечер как жизнь молида как на курорте приблизительно так море плещет чайки курлычут привет из одессы я понимаю вы вы еще на пляже ляжите вот очки солнцезащитные отделе нет это антибликовые для водителей а антибликовые автомобиль есть у вас автомобиль у нас автомобиль нету молодцы понимаешь у нас ездить это боже мой вы что мордва или удмуртушки да ты шо мы не мордва и не мы знаешь кто понимаешь вот ездят только на танках вот вот такие вот у нас вот права без зубов и на танках вы знаете почему вы едете без зубов чтоб сосать понимаете и приезжайте приезжайте давай алё где ваша тюбетейка красивая добрый вечер вот теперь на русскую похожи а без тюбетейки а украинка да понятно но украинка же веночки носят они тюбетейки тюбетейки украинка не носят найдите там да я понял вы найдете там пожалуйста в интернете богиня флора вот там такая красавица у венок на голове это украинки они все богини флоры у них венки на голове а тюбетейки это мужской наряд узбеки ходят тюбетейки но у нас как-то не принято чтоб и мужчины и женщины носили одни и те же головные уборы украина так не принято что да это было понимаете лет пятьсот тому назад и не украинцы все ходили в шароварах а только запорожские казаки которые находятся были то есть военные а то вы подумайте что все прям от от карпат до херсона все прям одели шаровары из пошли войной на турка давайте я смотрю в этом что-то варите в вот я перекосила на хуя хуею для и свои годы видел дядя не убирают заранее все вышло я пообщаюсь давай пообщаюсь давай да давай хочу оказался выбить чё 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 казак звучали на звучать а ты кто такой все великое войско донской мотострелковый полк ой ты будем у вас армян и казаками команды у нас армян нет вообще нет а ты кто русский я украинец бывший бывший а русская бывшая за русских не знаю я родом с донбасс ну из бывшего донбасса за лупу ты угадал нахуй бывшего донбасса до ваша бывшая украина ныненько ваша ну так россии признаешь зачем-то хотите тюрить нам донбасс ну вернее две трети донбасса под контролем украшки вы же без угля мерзнете зимой серьезно и без газа нахуй да ты не отключайся сейчас разберемся сколько у тебя температура помещения 26 градус 26 а сколько у меня сколько будет 24 по моему если не ошибаюсь а кто то сказал да я ну раньше что с африки нахуй уголь везли да какая разница одна ебет а другой разница разница какая разница объясни мне пожалуйста 1 ебет 1 ебет а другой разница я же говорю мне как подруга говорила однажды вот и разница объясни мне в чем разница это тебя подруга моя знакома хорошая тебя подруга ахуенна так ты я понял такой который дразница а надо не даром таскак куда ты который дразница утик беляха муха ахуенна но он не готовый не готовый тут тримать диалог не готовый он тримать тактики таких вистачает буквально на хвилину-двое далее у них запасы завершивается и все нас ты один что значит один если у тебя там в голове чуть-чуть это озабоченные мысли не надо думать что если мы вдвоем лежим что значит что-то не то она покажет урок сидит нового не бабничек он видишь баб ищет я вижу долго ищет баб так вы дрочите ищите их там или что ты озабоченный что ли какой-то это вы спите там или как вдвоем видишь вот моя кровать а ты к нему перескочил как бы потеплее там да мы с девочками общались чтобы видно было бы а у тебя эти телефона у тебя нету поэтому вы вдвоем один кричали да да причем здесь телефона нет но общались через телефон общались или что ну конечно как еще ну такая шоу тебя нету их девочкиных нету ватсаба или скайпа или вайбера да и общайся сам себе чё ты чат рулетка ты понимаешь так я чат рулетка знакомств заходи туда общайся ну вот я и зашел ну так какие девочки там специально для для педиков я специально чат рулетка такие как ты там сидят ну ты вот неадекватные сразу да чё сразу я постепенно чё так сразу ну ну кто о чём говорит ну ладно ладно ну шо хорошо в общем я тебя понял на те вот вам подарок и будьте здоровы вот еще одна парочка так уже 5 до весе промойнула парочка давайте валить все на маны какой-то здорово чё здоровый нормальный человек вот у тебя там сзади что-то еще и сзади и спереди все у меня есть у вас пока сзади почему сзади но вышел то там орите сзади 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 повернитесь задом я посмотрю что у вас сказал спереди не сзади а чё ты сразу за сзади за за сразу хватить 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 что-то за запер сам сказал каже у вас там и сзади а теперь я уже в него там щось и сзаду задымилась а это шо разговаривать будем или как это ты глухонемой да так у вас там микрофон есть или что там а понял да это ж как бы проверка раз два три как слышно приема я с херсонской области украина вы откуда во москва а москва ну вижу такой вальяжный человек на диване конечно же москвич все понятно так лежит гордо а эти какой-то сибиряки там и всякие уральцы они-то дерганые какие-то непонятные голодные а тут вот сытая москва у нас на связи все завидуют москве да 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 скажите пожалуйста да вот как-то позавчера вот был праздник великая октябрьской социалистической революции и что-то так прошел без салютов без парадов почему отменили вот вы же помните знаю что на 7 ноября государства путину это он отменял наверно ну хорошо а почему не вышли коммунисты на красную площадь там социалисты сейчас нельзя митингов нельзя связи с к видом никакие мероприятия сейчас все везде закрыто нельзя еще собирались можно было 9 мая прошлый год что ли ничего в этом году было 9 мая а в этом году в этом году там не юбилей случайно был да нет не юбилей это было в этом прошлом году не в этом году был прошлом юбилей а вам не кажется что в россии она идет потихоньку по пути украина вот 1 мая уже не ходят на демонстрации на 7 ноября тоже не ходят для деш ленина упас кидают да в принципе сейчас уже его на 9 мая фанерой закрывают мавзолей а там глядишь и по сбрасывает этих всех ильичу а потом и 9 мая перестанут отмечать маршировать ну если будут отмечать как у нас в украине так выпили помянули там венки без браться не оружие без парадов как вы думаете так может все-таки ленин он должен лежать там где он должен быть не мавзолеи а где он в земле естественно чё на него глядеть он не супер христос и не выглядеть был бы христос отдел другое да он и так под землю лежит ниже уровня поверхности земли больше нужно а как а как лежат вот эти а сколько на него уходит денег окупается ведь сколько зевак туда ходят вот я смотрел буквально неделю тому назад показывали там туда очередь аж до моста туда чуть ли не растянулась окупаются человек умер лежит не хуже вот приходите на него глядят я вот не понимаю для чего это но а те которые лежат вот там у вас значит вот святые какие-то они ведь тоже не закопанные в землю лежат правильно где-то вот какие-то стоят такие вот саркофаги и они лежат там храмах и написано такой-то такой-то мощи такого-то ян такого-то лежать тут чё же их не закопают эти были фамильные склепы раньше там тоже лежат они никто не закопают их по моему понимаете знаете что его нельзя в землю закопать потому что он крестьян обманул он обещал им что землю крестьянам а нет не дал вот поэтому не нельзя ему в земле быть значит у него так не получилось обманул то обманул крестьян поэтому его земля не принимает все пусть так лежит там не принимает его земля его тогда может быть а что же сколько его надо это там работала целая там у меня вот это вот бригада врачей там его спиртуют что там смазывают а теперь глядели глядели его там 80 лет а теперь что бросить уже или как получается человек должен идти туда где ему он положено довольно человек он мумия мумия он да он фараона лежать мумии и он пущай лежит вот так вот а то что хотели еще и кранты воду все конец чтобы концы в воду никто и не знал чё он натворил нет вот это пусть ходят и смотрят вот назидание чтоб было не надо врать а то коммунизм и коммунизм запудрили людям мозги и там понимаешь было 15 республик в советском союзе а такая вот понимаешь это россия там гимн пели шоу великая россия сплотила все народы идут коммунизму но вот там сейчас переначали гимн уже у вас раньше же пели шоу коммунизму идут да ну вот как кто будет отвечать вводили этих всех народы 15 республик из москвы понимаешь а те кто против был протестовал против ведущей роли коммунистической партии советского союза их туда куда на лесоповал на беломорканал отправляли а кто тир отвечать будет тогда вот теперь уже все гимн перри начали этого значит мумию закопать и все нифига вот пусть теперь смотрят кто врал людям а так не человек врал не врал он там него была своя политика ну будем сказать мечтал кремлевские мечтатели были такие нет но учел разве плохо жили мы советское время все было доступно и все по рецепту не сейчас конечно да было доступно колбаса в москве ездили к москву с рязани с иванова с калуги как только воскресенье и потянулись колбас на электричке по варенку туда по 220 вот это жетуха то было все едешь туда три часа в москву там еще постоял очереди пару часов купил палку колбасы назад как было как раньше было деньги были а закупиться а закупиться нечего было а сейчас денег нет их и на зато магазина открыли везде охеренные ларькам а денег у людей нету нету но если уже в москве нету так что мы тогда будем говорить о каких-то там уралах и байкалах и прочих алтаях что тогда им говорить о чем раньше были хоть копейки пойдешь за них сейчас это один раз сходить в магазин ну вам что там москвичам лежите от себя на диванах и мудрствуйте лукаво а люди там пашут понимаешь на урале в копоти грязи и сажи а ну-ка руки покажите мне руки пожалуйста а другую сторону мозолей не вижу под ногтями не черно вот он настоящий москвич а у вас же там заводы все по закрывали было за лк закрыли было зил закрыли это все в москве не нужно там шум пыль грязь вот пусть там дураки работают у вас все конторы до офисы правильно и ленин лежит а вдоль стены красной кремлевской мертвые с косами стоять прям кладбище устроили у стены сколько там вообще захоронений в этом кладбище да прям долбили туда некоторых в стену а а некоторых там понимаешь это под землю закопали стали на то подождите вот я вспомнил с 31 октября в ночь на 1 ноября вот 60 лет тому назад вот эту дату как-то все пропустили а сталина тайком ночью вынесли из маузолея и закопали под кремлевской стеной вот разоблачили понимаешь там все деяния культ личности на двадцатом съезде кпсс и сказали не место ему там у вождя лежать все выбросили беднягу теперь вот париться там под землей а могли бы на него все смотреть вот этом заработки были а все на сталина пошли смотреть а может его откопать его прямо туда в этом герметичном гробу и закопали может он еще там не завял надо вытащить надо если бы он бы сейчас стал бы вылетел на всем и обратно блех каждый ебитесь как хотите не а не а не а не он сказал бы да я еще тут пару миллиончиков это их знаю в гулаге и потом успокоюсь вы понимаете в чем дело его разоблачила его же коммунистическая партия культ личности и нашли что он подписал 410 расстрельных списков лично и вот реабилитировали 2 миллиона этих убиенных вот на его совести как минимум 2 миллиона это те которых ли реабилитировали понимаете поэтому вот не знаю куда бы он лег куда бы он стал а вот насчет брежнева так здесь вот надо подумать все-таки он дал хотя бы этим несчастным колбасу понюхать хотя бы а то при сталин это то там то коллективизация то голодоморы всякие этого война то еще чё там гулаги а тут тебе вот брежнев так сказать дал жизнь почувствовать и и улицы то в москве имени брежнева нету и памятника наверное ни одного нету брежнева в чем дело так что россия любит кого грозных царей там ивана грозного петра первого сталина которые вот чем больше уничтожить людей тем они милей как вот был писал некрасов до николай некрасов такой поэт был до люди холопского звания сущие псы иногда чем им сильнее наказание тем и милей господа вот суть человека ну что ж не буду вам мешать давайте вы так сказать можете это все переварить спокойной ночи и вам тоже давно не виделись что-то в ростове там кто живут казаки там русские живут или кто там все понамешано у нас много чурок живут ну реки таджики армяне чеченцы кого только нету все народности у нас живут все там живут а шо это такое шо это у вас там за проходной двор какой-то не государство а россия ж она гостеприимная всех принимает а абсолютно все народности у нас живут и живут лучше чем даже вот коренные живут тут это понятно что там у вас винегрет такой а только непонятно что это все время говорят что мы какие-то там братья не то хрен я не знаю мы уже тут а мы прям не понимаем еще школьник а после этой заварушки приходится считать что не так приходится уже хочешь не хочешь особенно после чат рулетки приходится но уже теперь убеждаешь а как вот это вот чтобы уяснил себе путин а то он вот на валдай ездил недавно опять там мы же свою голову путина не поставим но вы же не выбираете там или как я лично вообще ни на какие не хожу моя мать тоже не ходит и многие не ходят а все равно выбирать у нас это но как-то автоматически выбирается понятно так что неизвестно кто кто выбирает неизвестно да да там скорее всего прописывают там что-то да вот тебе и все выборы такая в общем мне как бы нравится таки которые четко понимают что у нас как бы тут ну страны недружественная а то некоторые вот начинают там юлийте дам этом братья дамы типа какие-то там один народ ну зачем это бы думаю я считаю после всего происходящего уже явно никакие не братья а до того а до того что считал да ну я как бы не сталкивался вообще не было тогда не чат рулетки не сталкивался с украинским народом поэтому ну как там говорили кто-то что русский народ ну краски краски все хорошо а теперь уже вам не говорят что братский по моему же 5 там навязывают вам это глупое мнение теперь уже новостях как бы показывать что не броски чат рулетку сейчас каждый школьник может зайти пообщаться и сам что ж такое типа не братский как бы что-то там плохое вам сделали что-то украина не подскажете что вам там так насолили это непонятно нет украина ничего плохого не сделал мы плохое сделали вот поэтому мы и не броски так а когда же вы каяться будете вот что вы плохие таки плохое делаете людям ну лично вот народ народ вот меня взять я лично плохого ничего не делаю это правительство это туда надо обращаться где там володя жириновский делают это вот вся дума находится это все вопросы туда ну хорошо я лично на выборы не хожу хорошо вывод военно обязаны если вам придет там команда взять автомат идти сюда воевать ну хорошо вашему соседу сыну там брату но братья у меня нету родных а насчет соседей кажется я за них не в ответе куда они пойдут понятно в общем вы в общем откосили я понял да но ведь не надо же так говорить что там типа не виноваты ваши там которые сидят кремлевские деятеля ведь исполнители то этих команд обыкновенный народ такой как и вы они там сидят они никуда не ходят не с оружием не стреляют сидят там на месте указания дают этим бараном его же не будут там как говорится убивать а кого-то будут убивать главное своя шкура при нем и все хорошо вот дают указание таким бараном и они идут понимаешь сюда но те шо срочники им деваться некуда ну вот тебе хорошо что-то в армии не служила был бы срочником отправили бы тебя что приделал пошел бы начал стрелять украинцев не знаю чтобы я лично делал надо я считаю судить вот как у нас мусора судят по факту сделал наказали не сделал наказали а то что там мог не мог за это наказание а мусора судят у вас у вас что они по моему как бы он по факту сделал получи срок не сделал а то что ты мог сделать если бы сейчас каждого обсуждали ну подождите так мусора передают подозреваемую туда уже судьям они решают судьбу а не мусора также сначала опера этим занимается потом передает дело в суд юстиция потом дальше так хорошо а вы тогда кто кто вы получается там русские вы или кто там паспорте мне написано что русские просто паспорт российской федерации у нас национальность не пишут у них паспорт это просто российская федерация нету нации а свидетельство о рождении что написано так давно не открывал что я не помню я помню что при союзе и вы забыли что у вас там и написано даже а я его давно не открывал он где-то лежит там пока не касался но интересно требует военный билет паспорт там все дела пока подождите может вы калмык вы не забыли может вы калмык да явно не калмык я мать донская казачка так казаки они русские или казаки я не пойму кто они такие русские получается русские да так они казаки русские оказывается были или как да я могу сейчас вам взять свидетельство о рождении у меня лежит под боком и посмотреть так там казак или русские написано скорее всего русские явно не казак не казак я могу заморочиться там в соседней комнате лежит там по любому русский написано а почему казаки себя русскими не считали почему не знаю не знаю у меня вообще батя был еврей а мать как бы из рода донских казаков ну как бы русская короче ну да я слышал когда еврейское казачество повстало в Биробиджане был переворот да понятно понятно ну ладно что то вы вялый какой то не знаете кто такой что такое давайте пока я знаю кто такой да это так да вроде бы это я вот по моему да а вы кто но я случайно персонаж как обычно и я понял а об чем тут разговариваете ну так по существу в основном а откидываю вы я херсонская область юг украина я с москвы понятно что там как москва это образец так русского быта человека в этом приезжий или коренной всегда 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 понятно так разобрались там что там переводе на русский язык москва обозначает на русский язык москва обозначает москва то есть москва это москва и как бы смысла в этом слове никакого нету ну если вы так хотите думать без проблем а на самом деле как я не думал и вы не думали а как на самом деле я думаю на самом деле это неважно неважно понятно не важно может быть его муха сранском бы назвать все равно неважно было вам как угодно без проблем вы можете наслаждаться любые названия на особенно выйдет а лес ну я понял да и что там запомнили в каком году уже основана москва а я тоже не помню по моему в тысячу три тысяча стоит чем-то там я не помню тысячу сто сорок седьмом да 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 именно так да да и что там это вы же лучше меня это все форму узнать сколько разу этому жевали не считали так давайте значит это эти вот крымские татары хангирей сжигал сжигал хангбаты сжигал сжигал наполеон сжигал сжигал а что нет гирей не сжигал баты да было ну было было а крымский хан не сжигал москву разве насколько я помню но я могу ошибаться опять же я не профессионал поэтому могу ошибаться ну как же был от крымского хана гирея на москву жёг москву прям сжёг да это который девлет гирей так давлет гирей да увидите такой же знаете да да я просто хочу уточнить ну нет не впадло значит окей похер вжег москву без проблем да ну и что вы нашли да нет я не искал тысячу тысячу это было дело в 1571 году и это надоело я перестал отыскать а а уже надоело еще не нашли да я так сказал я сразу сказал окей я вам верю и тогда понимаете вот интересно что весной 1571 года давлет гирей собрал войско так куда уходили запорожские казаки и да 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 это еще да а потом еще был поход с агайдачного вместе с поляками это вот крымское ханство переправились они через аку через аку переправились и в обход серпухова где стояла так с напричниками иван четвертый этот грозный а потом им наклали вот так вот потом хана хана грозный иван грозный иван грозный удрал удрал иван грозный двадцать третьего мая а давлет гирей как же он как же он такой иван грозный как он иван грозный обосрался и удрал да как он подошел к москве а иван грозный удрал от этого вот так что сжег он сгорел третьего июня огонь перекинулся на кремль сгорели опрычнинский двор двор царя сгорел и в пожаре загинул по ну в общем погиб раненый главнокомандующий московским войском иван бельский представляешь сожгли живьем живьем сожгли а я то думаю что вы так это злые на этих крымских татар что такие вы злые оказывается они вам нормально так сказать там жару давали да вот впоследствии погрома и сожжение москвы иван четвертый он же ванька грозный клялся в верности и снова начал платить дань крымскому хану вот вот что было потом вот вернул астрахань также иван четвертый он же грозный отказался от титулов царя и наследника и наследника третьего рима так вот в чем дело а в общем вот эта мечта о третьем риме мечта о третьем риме пала при иване грозном когда он отказался вот от титулов царя и значит вот вот я искал вот это давно да оказывается отказался он от титулов и от идеи третьего рима заставил его хан давлеет гирей вот сказал пришел говорит ты так не выебывайся тут давай дружбан никакого третьего рима тут нету сожгли ему эти все его шалаши избы царские сожгли вот и все на этом на этом все и закончилось так что все эти байки про третьем можно забыть они похоронены оказывается еще были иваном тем самым грозным так что вот вот так где собака зарыта вот где зарыта собака тут понятно тут все понятно так что то ты там кричишь что ты там что ты там рассказываешь да я тебе звук включил говори теперь а я же рассказываю а ну все ну это все ваше блин короче ну это же я же рассказывал своим зрителям читал тут а ты просто тут абр 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 так вот это абр габбл как шариков да правильно как он там прокашивались ну опровергай когда когда опровергай говорю опровергай что давлет гирей сжег москву и заставил ваньку грозного отказаться от царского титула и заявок на то что он якобы какой-то там второй не то третий рим вот пожалуйста то есть то есть дедушка Олесь вы на те вопросы которые я вам задаю вы не отвечаете да я не слышал отвечайте говорите ну а что я слушаю вас я же вам говорил все вот видишь видишь вот видишь опять приходится тебе выключать звук потому что ты орешь бесписленные речи нет у тебя умного ничего нету вот сейчас я тебя включил на минуту звука ты дедушка бля 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 оборвал да знаешь вот как шариков он оборвал кричал оборвал оборвал давай все ну что давай сигарету закуры подкурю давай сигарету давай давай тяга проверим давай тяга проверим ну давай подкуривай ну сейчас ты такой ну оборвал здравствуйте приветствую добрый вечер добрый вечер можете великого вопрос ответить Я вот третий день уже сдаю украинцам и конкретно никак не могу получить ответ. Давайте заготовочку я сдаю. Да, да, да. Заготовочку. Слушаю. Третий дядя вы ее мусолите. Вот граждан Украины говорят, что они свободные люди. Так что? В отличие от нас, россиян. Вот я спрашиваю, о чем заключается ваша свобода конкретно? И кроме того, что они могут выйти на площадь, на Крещатик или куда там, на Майдан и прокричать, что их президент там, ну, грубо-соксуалисты, так вот, не выражаясь, грубо. Ну, другое слово, конечно, используют. Да вопрос, вопрос, в чем вопрос? Это они вам рассказывают, вот, что-то вы говорите, они вам рассказывают, а ваш вопрос личный. Дослушайте до конца. Нет, то, что вам отвечали, мне не надо, а то, чтобы я буду отвечать тоже, что они. До конца можете дослушать? Это вопрос? Да, нет, до конца дослушайте, будет вопрос. Нет, вы сразу вопрос говорите. Вы наберите, нет, ну, как, не получится так. Да, вы мне будете рассказывать, что вам отвечали. Терпение наберитесь, пожалуйста. Да мне не надо, что вы там слушали. Кроме того, что они могут послать своего президента, конкретно больше ничего не говорят. Да мне это не надо, что они там говорят. Вы говорите, вопрос. Внимание, вопрос. Вы можете еще назвать какие-то свободы, которые, кроме того, что вы можете послать президента. Только вот эта отмазка про крота, про солнце, про радугу не катит. Можно конкретнее? Я понял. Во-первых, у нас существует выборное право. У нас каждый гражданин может выбирать своего президента. У нас буквально до последнего тура все-таки сохраняется какая-то интрига. мы не знали даже вот кто будет то ли Зеленский то ли Порошенко. У вас же нету никакого свободы выбора. У вас заранее известно, кто у вас был 20 лет и кто у вас будет еще наперед. Вот это вот основная свобода, что от вас там ничего не зависит. Вы там никто и зовут вас никак. Вот у вас нету поэтому свободы выбора. У вас нету свободы передвижения у россиян. Нету свободы передвижения. Почему я аргументирую? Потому что вы не можете свободно выехать даже за границу. За границу вы свободно не можете выехать. Почитайте для того чтобы получить американскую визу вам нужно ехать куда-нибудь в Польшу в Украину в страны Балтии. То есть вы люди крепостные вас уже там не свободны вы потому что вы там уже закреплены и потихоньку потихоньку вас отучают чтобы вы куда-либо ездили потому что ваши чиновники вашим чиновникам уже Путин запретил куда-либо выезжать за границу понимаете вашим чиновникам запрещено выезжать за границу запрещено им там иметь какое-то имущество за границей вашим чиновникам но я олигархов не считаю потому что они как бы там сами по себе вот дальше не свобода это даже не в том что вы там не можете куда-то выйти что-то там на какую-то демонстрацию это понятно не надо выходить на демонстрацию есть тут люди записывали на телефоны ролики как ваши женщины выходили на красной площади и читали конституцию просто одиночная женщина выходит читает конституцию ее подходят берут под ручки и тянут туда в автозак вот поэтому вот в этом ваша не свобода основая ваша не свобода это ваше рабское мышление это ваше рабское мышление потому что у вас сама не свобода она заложена здесь в генетике русского человека поскольку он многие века был крепостным что такое крепостной крепостной это человек несвободный он закрепленный за какой-то деревней и без разрешения барина не мог шагу ступить из этой деревни они были бесфамильные ваши крепостные без всякого рода вот где-то так говорили приблизительно какой-то Иван до барина Холоп так вот они так вот и были даже их называли смердами в основном цари были немцы а этих вот я продолжаю ответ когда зададите мне второй вопрос я потом я еще не отвечаю или вы уже все вы довольны я отвечаю у меня вы же задали вопрос в чем ваша не свобода а в чем наша свобода я вот и отвечаю продолжаю я когда закончу отвечать на вопрос я вам включу звук потому что я когда отвечаю чтобы вы не мешали я вас отключаю вам звук поэтому я отвечаю продолжаю так вот я еще раз говорю что главное тут у вас в голове не свобода и об этом говорят многие многие говорят ваши деятели такие как ученые великие такие как Иван Павлов который сказал Павлов о уме русского человека вот Павлов о уме русского человека вот так понимаете в чем его вообще-то понимаете вот состоит труды Павлова я говорю что в чем особенность этой несвободы он писал что должен высказать свой печальный взгляд на русского человека он имеет такую слабую мозговую систему что не способен воспринимать действительность как таковую для него существуют только слова его условные рефлексы координированы не с действиями а со словами академик Павлов о русском уме 1932 год это раз потом ваши великие поэты такие как Николай Некрасов он четко и ясно сказал что он думает о русском человеке коротко в нескольких строках своей поэму отрывок люди холопского звания сущие псы иногда чем им сильнее наказание тем им милее господа ну и наконец чтобы продемонстрировать полностью что вы живете в полном говнище я могу вам продемонстрировать еще что о вас сказал такой вот гениальный сказать без преувеличения кинорежиссер Эльдар Рязанов и вот слушаем из первых уст жить бы мне в такой стране чтобы ей гордиться только мне в большом говне довелось родиться не помог россии бог царь или республика наш народ ворует пьет гадит из-за рублика обмануть предать надуть обокрасть вот славно страшен путь во мрак и жуть родина державная сколько лет все нет и нет жизни человеческой мчат года всегда беда над тобой отечество ну вот так что в чем выражается несвобода в чем выражается несвобода несвобода выражается прежде всего ваша несвобода выражается в вашем уме мировоззрении в вашем характере рабской натуре шановне друзи вы дивились на риску зі стримов аби дивитися стримы цілком без на риски и купюр будь ласка підпишіться на патреон посилання на патреон під всіма відео і стримами підтримайте наш канал подобайками коментарями тисніть на дзвіночок а також розповсюджуйте мої ролики в соцмережах підпишіться на всі мої канали адже час від часу мені доводиться змінювати місце стримів та дислокації з метою безпеки адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки наші гасла горітеся поборете героям слава смерть ворогам понад усе від сяну до дону на гуляку хорітеся хорітеся